F-16 скоро будут в Украине. Путин панически этого боится и делает громкие заявления. 20 миллиардов долларов россияне провернули при помощи криптовалюты. Чистки чиновников Офиса Президента в Украине, что известно. Это новости сегодня. Я, Юлия Корт. Добрый день. Чистки чиновников Офиса Президента продолжаются. Владимир Зеленский подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса Президента Украины. Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове. Сегодня стало известно от освобождения от должности внештатных советников президента Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. Владимир Зеленский также подписал указ об уволении Сергея Шефира с должности первого помощника президента Украины. Уволена с должности уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая. И уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева. Депутаты Европейского парламента получали деньги от страны-агрессора России за распространение российской пропаганды. Медведчук руководил операцией российского влияния из России на территории Чехии через «Голос Европы». Премьер-министр Бельгии Александр Декро заявил, что между бельгийскими и чешскими спецслужбами было тесное сотрудничество по уничтожению российской пропагандистской сети. Премьер-министр не назвал имена законодателей, к которым обращалась Россия. Заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Коллард сообщила, что сейчас парламент изучает выводы чешских властей относительно «Голоса Европы». Сайт «Голоса Европы» сейчас недоступен, а его аккаунт в Твиттер не обновляется. Украинцы раскритиковали заместителя аграрного министра Польши Михаила Колодзейчака за его странное поведение во время переговоров с Польшей. Вы можете увидеть это сами на этих фотографиях. Польские аграрные ассоциации, присутствующие на переговорах между правительственными делегациями Украины и Польши по торговле и транзиту, подтверждают информацию о необычном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши. Сообщается, что переговоры были близки к успешному завершению, но внезапно Колодзейчак набросился на представителей украинской делегации, несмотря на их хорошую подготовку и объяснение невозможности нарушения уже заключенных контрактов. Сам замминистра прокомментировал свое поведение вот так. Колодзейчак назвал опубликованное фото с переговоров, где он растянулся в кресле, попыткой дискредитировать его и исключить из дальнейших переговоров. Польские ассоциации после встречи обсудили этот инцидент с Колодзейчаком и надеются на положительные изменения в его поведении. Армия РФ продолжает терроризировать Харьков с воздуха. Появляется информация о повторном наступлении российской армии на город. Мы собрали мнения экспертов и тех, кто отвечает за оборону Харькова о том, насколько вероятно наступление и готов ли Харьков к отражению агрессии. Россия готовит новое мощное наступление в Украине и существует серьезное опасение, что с начала лета РФ пойдет в атаку, сдержать которую официальный Киев без немедленной помощи Запада просто не сможет. Россия будет готовить контрнаступательные действия. Это может быть конец мая, может быть июнь месяц. Поскольку столь громкое заявление президент Зеленский сделал в ходе интервью западным журналистам во время поездки в Сумы, заграничные таблоиды пришли к выводу, что скорее всего речь идет о прорыве на Харьковском направлении. Россия начнет новое крупное наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины удержаться на этот раз выглядит сейчас гораздо менее уверенной, чем тогда. И похоже, по мнению Кремля, Харьков вполне подходит на роль цели очередного крупного наступления оккупантов. Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным, что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на Запад. И то же самое сделать с другими городами, в том числе и с Киевым. Если раньше основными зонами вторжения и эскалации напряженности на линии боевого соприкосновения были Донецкой и Запорожской области, то, соответственно, последние события в Сумской и Харьковской области свидетельствуют о том, что Россия не оставляет попыток расширить зону театра военного действия. Но хотеть не значит мочь. Силы обороны Украины готовы отразить все атаки, которые российские войска могут совершить на Харьков. Об этом официально заявил городской глава Игорь Терехов. Он успокоил жителей мегаполиса, напомнив, что маниакальной идеей захвата Харькова Путин бредил с первых дней полномасштабной войны. Однако за два года активных боевых действий город так и не сдался на милость захватчиков. Не станет делать этого он и в обозримом будущем. Заставить же украинских защитников силой Кремль просто не может из-за банальной нехватки людей и оружия. Так называемая группировка российских войск в Белгороде насчитывает порядка 20 тысяч. Ее недостаточно для широкомасштабного вторжения российских войск в Харьковскую область. Группировка Белгород используется в качестве прикрытия госграницы. На данный момент информация о возможностях российских войск в прорыве Харьковской области не подтверждается. На территории Российской Федерации не зафиксировано накопление личного состава, бронетехники и, соответственно, формирование так называемого ударного контингента. Ситуация может поменяться в любой момент, но на данный момент, еще раз подчеркиваю, поводов для паники нет. Все, завтра расшисты наступают на Харьков. Нет, нечем наступать, нет ударной группировки. Ну и я думаю, что и в ближайшее время она не появится. Это далекая перспектива при условии, если расшисты и мобилизацию проведут, которую они там сейчас должны начать с 1 апреля вроде бы, и танков наклепают. При этом любые серьезные поползновения Кремля стянуть свои войска к границе Харьковской области моментально будут замечены украинской разведкой. Так что ждать неожиданностей от РФ, считают военные аналитики, пока не стоит. Активность российских оккупантов я отмечу не только в Харьковской и Сумской области. На мой взгляд, это склонированный характер информационно-психологических операций российской стороны. Данная операция имеет целью растянуть резервы Генштаба вооруженных сил Украины. То есть не дать возможности воспользоваться оперативными резервами для предотвращения дальнейшего тактического продвижения российских оккупантов на Донецком и Запорожском направлении. И сковать их в моменте прикрытия украино-российской границы в Харьковске и, соответственно, Сумской области. Если разговор идет о широкомасштабном наступлении, то в современных условиях скрыть его невозможно. Можно упредить на какое-то время ситуацию, пока отреагирует другая сторона и так далее. Однако в целом это вот так выглядит. С этой точки зрения, то есть с военной точки зрения, мы имеем в виду, что группировок войск противника пока для наступления широкомасштабно на одном из этих направлений не наблюдается. Другое дело, что под видом готовящегося контрнаступления со стороны РФ Кремль может начать реализацию еще одного путинского проекта. Создание так называемой буферной зоны между Украиной и РФ. Угрозы вторжения со стороны Сумской области нет, а те массовые обстрелы мирных начеленных пунктов – это элемент террора, который российская сторона использует в борьбе, в первую очередь, против мирных граждан Украины. Создание так называемой выпаленной зоны, высшенной зоны, либо, как российский диктатор называет, санитарной зоны. Рашистская федерация создает буферную зону где-то в 50 километров вдоль нашей границы, на нашей территории, за счет применения огневых средств. Мы вынуждены объявлять эвакуацию гражданского населения, причем даже и принудительную. Они просто выжигают, имитируют второй фронт и создают вот такую буферную зону под огневым контролем своих огневых средств. Это, скорее всего, и есть основной задачей Кремля, сходятся во мнении военные аналитики. Не имея достаточно сил для продолжения ведения активных боевых действий в Украине, Путин, хорошо знакомыми ему методами террора и атак по мирному населению, пытается воспользоваться временным перевесом в силе в связи с перебоями с поставками в Украину западного вооружения. Однако это лишь догадки. А что на самом деле творится в голове кровавого диктатора – загадка. Так что наши защитники должны быть готовы к любому сценарию. Именно поэтому ВСУ для подстраховки активно укрепляет границу Харьковской области. США и Великобритания начали совместное расследование самого крупного обхода антироссийских санкций с момента полномасштабного вторжения в Украину-России. Речь идет о 20 миллиардах долларов. Все это россияне провернули при помощи криптовалюты. Все подробности далее. Дело на 20 миллиардов. США и Британия объединяют усилия для контроля от уклонения от санкций, введенных против путинского режима. Все подробности дела, как Россия обманула международные ограничения на миллиарды долларов путем использования криптовалюты. В ответ на полномасштабное вторжение Путина в Украину против российской экономики было введено беспрецедентное количество международных ограничений. Но принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Не исключением стали российские виртуальные биржи. Еще до вторжения России в Украину, Министерство финансов США принимало решение о введении санкций к биржам, которые базировались в России и имели высокий риск. Одна была SU-X, вторая — CHAT-X. Эти биржи не контролировали соблюдение требования по предотвращению вымогательства, участие в обходе санкций против Азии. Сегодня, уже после вторжения в Украину, мы видим, как эти усилия продолжаются. Сегодня ж, как сообщают инсайдеры издания Bloomberg, международные ограничения не стали преградой для одной из российских бирж проводить платежи на миллиарды долларов. США и Великобритания расследуют переводы криптовалют на российскую биржу на сумму 20 миллиардов долларов. Речь идет о московской бирже Garantex. Еще в апреле 2022 года решением Министерства финансов США к этой бирже были введены финансовые ограничения. Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, исходящая из России, а также способность преступных лидеров действовать там безнаказанно вызывают глубокую обеспокоенность у Соединенных Штатов. Сегодня ж, платежи биржи стоят предметом расследования. Цель проверки транзакций с использованием привязанной к доллару криптовалюты — Тезер. Переводы произошли после того, как Garantex попала под санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России. По словам источников, близких к процессу расследования, транзакции на сумму в 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций против России с момента их введения. На своем сайте Garantex в советах, как проводить P2P-платежи, наводит пример использования ресурсов Сбербанка России. И это не единственный банк, против которого введены санкции, которые используются для вывода средств через биржу. Также на сайте компании предлагают услуги еще двух банков, которые также находятся под международными санкциями. О результатах расследования на данном этапе неизвестно, так как, напомним, проверке подлежат транзакции на сумму в 20 миллиардов долларов. В свою очередь представители компании, которая управляет криптовалютой Tether, в своем обращении заявляют о заморозке всех активов организации, адреса которых находятся в санкционном списке США. С тезер каждое действие происходит онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть конфискован, а каждый преступник может быть пойман. Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это. Несмотря на то, что, обращаясь к криптовалюте, международные преступники пытаются совершить транзакции, так как официальные счета для них заблокированы, эксперты не считают, что использование виртуальной валюты станет действенным способом в избежании санкций для России на государственном уровне. Если взять всю криптоэкономику, она вся даже близко не приближается к тому, что на самом деле нужно России, чтобы в полной мере избегать международных санкций. И когда я говорю о России, я говорю о Путине, Кремле. Это организовать очень трудно. Если говорить о сотнях миллиардов долларов российского центрального банка, которые сейчас заблокированы, или банков с вершины списка по объему, которые отрезаны от корреспондентских операций, или же нефтегазовый сектор. Все это потенциально триллионы долларов, которые ограничены из-за санкций. Поэтому ответ на этот вопрос – нет, Россия не сможет использовать криптовалюту для поддержания экономики. Это так не работает. Путин панически боится Ф-16. Накануне российский диктатор заявил, что эти истребители могут нести на себе ядерный заряд. Параллельно с этим заявлением Путин сказал, что готов сбивать Ф-16 любой ценой. Даже если они будут залетать с аэродромов союзников Украины. Насколько серьезно можно расценивать такие заявления кремлевского тирана? И что именно из российского оружия может угрожать Ф-16 на такой далекой дистанции? Давайте разбираться. Владимир Путин выдал очередную порцию абсурда. Несут бред просто какой-то. Он угрожает напасть на Европу. В России якобы намеревается напасть на Европу. В этой угрозе есть нюанс. Путин обещает бомбить европейские аэродромы в том случае, если из них будут вылетать на боевые задания истребители Ф-16. Об этом Путин заявил во время встречи с российскими военными летчиками. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И это не более чем хорошая попытка поднятия боевого духа российских солдат. По-моему, понимая, что рано или поздно они будут поставлены, понимая, что это может существенно изменить весь баланс ведения военных действий. Потому что что сейчас есть у Путина с точки зрения ресурсов, резервов, для того, чтобы осуществлять там агрессию против Украины. Ведь Путин не раз публично об этом заявлял. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать, и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Также он публично унижал истребители Ф-16. Они горят. Также будут гореть и Ф-16. Сомнений в нем. Он уверял, что их появление ничего не поменяет. Это кардинально. Вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Вот только зачем тогда бить по аэродромам, да еще и иностранным, если Ф-16 – слишком легкие цели? Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война. Логика отсутствует. А вот страх российских оккупантов перед Ф-16 только растет. Так все на самом деле объективно и обстоит. Взлетать на боевые задачи с территории стран НАТО Ф-16 вряд ли будут. Это имеет четкое объяснение. Если мы будем летать с территории, скажем, Польши, Румынии, то и Польша, и Румыния будут автоматически считаться странами конфликта. Не менее четко можно объяснить, почему Россия на самом деле боится Ф-16. Этот истребитель фактически аннулирует все, чем Путин воюет. У него есть мясо. У него есть какая-то техника для доставки этого мяса. У него есть какие-то артиллерийские запасы. Но там спорный момент. И у него есть кабы, которыми он может забрасывать территорию Украины. Территорию линии боевого соприкосновения вдоль границ и так далее. Вне игры останутся российские сушки. С появлением Ф-16, Су-34, Су-35 очень активно забрасывать кабами нашу территорию не смогут. Несмотря на то, что Су-34 и Су-35 работают в паре, это их не спасет. Один будет заниматься Су-35, а другой будет заниматься Су-34. И у Су-34 шансов в этой борьбе выйти целыми и невредимыми очень мало. Либо ему придется, я имею в виду Путина, либо ему придется отказаться вообще от использования кабов в том количестве и в тех масштабах, которые они сейчас используются. В сухом остатке у россиян останутся беспилотники и ракеты. Ну и это ненадолго. Если Украина получает П-3 и закрывается от баллистики, то тогда вся история с вот этими вот ракетными атаками, она становится какой-то бессмысленной. Поэтому важность Ф-16 на самом деле сложно переоценить. Впрочем, чисто теоретически Россия имеет чем ударить по Румынии и Польше. И с шахедами, и Х-101, и даже Х-555 он достанет. И теми же кинжалами, и с определенных ракурсов, и цирконами. Но Украине нет смысла стартовать с иностранных аэродромов. Есть много способов защиты. Это целая наука защиты самолетов на аэродромах. Поэтому свежая полемика Путина абсолютно бессмысленная. Он боится поставок Ф-16 в Украину, а в противовес пытается только угрожать. Германия объявила о новом пакете военной помощи. В частности, в его рамках Украине будут предоставлены боеприпасы, машины разминирования, ремонтно-эвакуационная техника, БПЛА-разведчики и прочее. Один из крупнейших военных пакетов помощи этого года. Германия отправляет в Украину средства ПВО, артиллерию, снаряды, бронетехнику и не только. Это очень серьезный пакет военно-технической помощи, который, ну, давайте говорить, можно с уверенностью заявлять о том, что он сформирован на основе реальных потребностей сил обороны Украины. Текущего момента именно. Один из главных результатов этой поставки – Украина сможет существенно улучшить свою противовоздушную оборону. В списке значатся ракеты комплексом «Аристи» и «Патриот», способные бороться с российской баллистикой. Также будут и дополнительные пусковые установки. Средства противовоздушной обороны, даже 2П-3 батареи «Патриот», ожидаются ракеты к этим средствам зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями. Очень важно для нас там есть гепарды, которые себя зарекомендовали очень хорошо по низколетящим целям, к которым относятся и самолеты на малой высоте, штурмовики, в первую очередь и крылатые ракеты, беспилотные аппараты, пораживающие боеприпасы в народе шахеды. Также ожидается поставка еще одного комплекса «Скайнекс», который у нас уже прозвали «Убийцей шахедов». Его осколочные боеприпасы и радар, фиксирующий несколько целей одновременно, не дают шансов не просто пролету беспилотника, а практически гарантированно уничтожают целую группу. То, что в украинских пабликах часто называют «табун мопедов». Особенно это актуально в моменте противодействия ракетным и комбинированным атакам российской стороны. Речь идет об одновременном использовании беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Отдельное внимание уделили и фронтовой технике, и оружию. Самоходные арт-установки. Более сотни гусеничных вездеходов. Полсотни БТР М113. Столько же танков «Леопард» в двух модификациях. 90 единиц БМП «Мардер» — это лишь часть того, что вскоре окажется в распоряжении ВСУ. Учли в Германии и наши трудности в вопросе артиллерии. К отправке готовятся более полусотни новеньких самоходных гаубиц, полдесятка систем залпового огня и, главное, 68 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. При этом, отмечают эксперты, некоторые пункты из списка явно подразумевают то, что Украина не собирается провести этот год в глухой обороне. В частности, более 30 танков разминирования, ударные танки с боекомплектом и до двух десятков мостаукладчиков свидетельствуют о том, что оборона будет весьма активной. Вот это слово «активный» предполагает, что должны проводиться контратаки, контрудары, и они будут эффективными, и оборона в целом, если будет иметь место, и в том числе на отдельных направлениях такого рода действия. Соединение вот этих двух компонентов техника разминирования и мостаукладчики свидетельствует о том, что страны Запада не исключают возможности проведения контрнаступательных операций вооруженных сил Украины в 2024 году. Весьма ощутимый набор вооружения получит и непосредственно пехота. Сотни новейших ударных и разведывательных дронов, 180 полевых комплексов выявления БПЛА, комплексы РЭП и десятки тысяч мобильных средств уничтожения бронетехники. С учетом опять-таки наступлений российских оккупантов и причем использования в большом количестве бронетехники, как легкобронированной, так и тяжелой бронетехники, соответственно, поставка немецких гранатометов значительно улучшит возможность вооруженных сил Украины в моменте противодействия бронетанковым соединениям с стороны оккупантов. И это перечислено даже не половина немецкого оборонного пакета. Также Украине передают шесть многоцелевых вертолетов «Си Кинг», сотни автомобилей, тягачей. Словом, арсенал сил обороны пополнится основательно. И, похоже, надежды Кремля на то, что Запад устанет от войны, опять терпят крах. Это были новости сегодня, уже через пару часов в вечернем выпуске «В тренде». Я вам детальнее расскажу о том, почему в Армении запретили трансляцию передач пропагандиста Соловьева. Официальное заявление США по поводу теракта в Крокусе. Как живет Авдеевка, якобы освобожденная Россией. До встречи в эфире.